Директор нашего музея, Эдин Аминезик, висела командировку в Киргизию. Ее командировку сопровождали уникальные материалы с коллекцией коммунистов ментального фонда в нашем музее. Эти материалы рассказывают о частной жизни его вырвана меганца в Киргизию. Это, конечно, не материалы о подвиге, о фронте, но они тоже говорят о том, как жилье в Киргизии, как жилье в Киргизии, как жилье в Киргизии, в меганце. Вот сейчас перед вами заставка. Клавдия Васильевна Сальне. Ее дело хранится в нашем рукописном фонде. И на учебнике тиргизского языка нанесена рукописная справка о работе с Сальней в Ленинградском детском доме номер два, который сначала был вырвана горячей ручкой Тетангарского края, потом кирпизирована кусичкой, чем с Сальней. 10 апреля 42-го года в Баланге она была вырвана с Ленинградским детским домом. И тогда же ее на это введение поступила туда на работу воздвигателя. Верволена она была в марте 43-го года в связи с предполагаемым быстрым объездом в Ленинград. Но еще на какое-то время она задерживается в Киргизстане. И только к концу 43-го года она наконец добирается до Ленинграда. В деле Сальней в рукописном документальном фонде присутствует также ряд открытых писем, которые писали разные люди из Ленинграда в Киргизию. Писали эти письма дочери Сальней Галюни, которая была вырвана в Киргизию вместе с Пансием. Вот вы сейчас видите уникальную открытку военного времени и с рисунком художника Киргизиева, который изображает локатный Ленинград. А наоборот, на открытке было писем от Николая Киргизия, который пишет, что я хочу еще раз напомнить тебе о нашем прекрасном городе и посылаю тебе эту открытку. Еще одна почтовая карточка была написана в Киргизии. Подругой Галюны Миры Эта карточка не была отправлена никуда по почте, а просто получила Мир на обращение своей подруге к чаю. Эту карточку почтовую как подарок. И тут очень интересные стихотворные строки. Нужно сказать, что вообще в жизни в Украине это совершенно отдельная статья жизни. В Ленинграде все как-то более строго, да? Такие городские отношения, в городской очереди. В Украине все было гораздо проще, будет намного проще. И отношения между ними тоже были очень сообразные. Поэтому я думаю, что у вас не шокирует то, что я сейчас прочту. Думаю, что вы поймете, что это одна из реалий в военном времени. Увидишь ты счет с сарая, далекий милый Ленинград. Увидишь улицы родные, дворцы, театр, хранит и сад. Тебе плеснет свинец славы, Адмиралтийская мигла. И дикие будут наши драмы, Тебе через месяц или два. Вот такой напускный человек, который лежал обратно на Милый Ленинград. Еще одно замечательное письмо, которое хранится в Тебе Савиной. Это выводит сейчас акварель, в которой написала эвакуация подруга Галиме. А наоборот, это акварель, она написала целое послание Галиме. Я хочу его частично потенцировать, чтобы вы поняли, что даже в тяжелейшем истории войны эвакуация, люди, в общем-то, думали о самом прекрасном, о лучшем стране своей жизни, а люди думали о высоком. У меня в фонде, который меня заведует, это фонд из украинского искусства, есть замечательная папка фронтовой присылки художника Дрожича. И вот на одном присылке, в котором выступает слон Тондовика, который впоследствии с 13-го году погиб, наобороте письмо Дрожича дедельство моим. из «Обзлота», в котором он пишет, что «Я так рад, что вы получили прекрасно. Я так рад, что вы читаете хорошую литературу, что вы читаете стихи». И это было характерно, и вот такое письмо, тоже из «Дела с Аниной». Дорогая Каинка, время летит. Когда-нибудь, когда мы будем вместе, ты взглянув на этот рисунок, вспомнишь меня. Пусть каждый штрих напомнит тебе, что я любила жизнь, со всеми ее прелестями и невзгодами, что я не художник, нет, но я как художник был обминал природу и во все, что радовало мой глаз, что я не поэт, но я любила иногда читать о том, к чему меня векло, но невозможно было достигнуть, что я не актер, не музыкант, но всей душой люблю это искусство. И еще, что я любила людей, окружающих меня. Ненависть была убеждена глупотим, хорошим, истинным чувством товарища села, но, что мне не везло в жизни, напомнишь, что эти поразительные строки написаны в 43-м году в разгар книг отечественной войны. Большое спасибо. Спасибо, Анатолий, пожалуйста, не вносите, потому что, Марина Воскович, приготовил для вас сюрприз. Друзья, работаю сейчас по приветствию Ненавистью. Спасибо. Анатолий. Спасибо. Анатолий. Анатолий. Спасибо.